Так и Профит-83 Действительно, релятивистам, видимо, непонятно, что притяжение между одноимёнными зарядами неосуществимо по факту. Гравитация происходит между одноимёнными зарядами, значит, гравитация работает на отталкивании. Электромагнетизм, в свою очередь, происходит между разноимёнными зарядами, значит, электрическая природа, гравитация невозможна. Спасибо, что Вы пишете такие комментарии. Спасибо, что Вы это понимаете, это видите. Вы объясняете людям, вот тем ребятам, которые пишут комментарии под нашим фильмом, обращают внимание, объясняют ребятам, которые вновь пришли. Вот такие вот вещи значимые, элементарные, но значимые вещи. Вот если, в принципе, человек сейчас объяснил очень просто и доходчиво, что поскольку гравитация – это одноимённые заряды, значит, это не может быть электромагнетизмом, как гравитацию записывают в электромагнетизм. Человек очень просто, красиво это объяснил. Спасибо за такое объяснение, спасибо, что помогаете. Если можете что-то такое говорить, всегда говорите. Помогайте людям воскресать из слабоумия, слабомыслия. YouTube обещают закрыть уже давно. Если это произойдёт, то где можно будет посмотреть все ваши фильмы и материалы, когда-то выложенные в YouTube? Ну, все уже будут в вопрос, где посмотреть. Сейчас мы как бы пытаемся нарастить вот эту вот базу, сохранить в разных источниках. Ну, самый простой способ. Вот закрыли YouTube или вы зашли на YouTube, и научного трибутала нет, котючек ТВ нет. Что делать? Заходите в Яндекс, набираете котючек и смотрите список предлагаемых сайтов. Там, кроме вражеских сайтов, будут те сайты, которые действительно на наши. Там будут ссылки. Например, сейчас это Телеграм. Уже есть основной источник в Телеграме. Не все легко переходят на Телеграм, но Телеграм – это одна из основных площадок. И дальше уже по нарастанию пять площадок ориентировочно, где мы расположены. Это всё добавляется регулярно. Действительно вопрос стоит серьёзно. Нам надо сохранять нашу информацию. Она должна распространяться и сохраняться. Потому что если мы этим делом не будем заниматься, то зомбирование нашего этноса успешно завершится. Противодействовать этому мало кто противодействует. Это действительно нет у нас адекватного фильтра по достоверности информации. У нас порой очень даже умные люди зависают и веруют в какую-то недостоверную информацию. И вернуть их на путь логичного мышления порой бывает очень сложно. Поэтому подключайтесь всеми способами. Это не моё какое-то дело, оно не только для меня важно. Это дело важное для вас, для ваших детей, братьев, сестёр. Это для нашей цивилизации важное дело. Если наша цивилизация в интеллектуальном плане продолжит загибаться и не остановится в этом падении в пропасть, будущего не будет ни у кого. Мы только сможем расслеваться дальше. Вопрос, почему именно в центре галактик чего-то много, при этом на периферии чего-то мало. Как это объяснить приталкиванием? Я не спорю, я хочу понять, как будет звучать объяснение. Но материя приталкивается не к какому-то светлому образу, а к другой материи. Вещество приталкивается к другому веществу, где находится вещество в скоплении в каком-то. Допустим, в галактике. Вот и другая вся вещественная материя притягивается и куда, в центр этого всего. Так она и попадает ближе к центру галактик. А для того, чтобы она расположена была на периферии, там уже требуются не только силы, направленные внутрь, но ещё и какая-то скорость, чтобы создать в этой схеме центробежную силу. Но вообще, понимать эту схему, вот две частицы притолкнулись, притянулись, два куска вещественной материи, две массы притолкнулись за счёт внешних сил. Как это происходит? Это происходит всё равно на больших расстояниях. Когда мы масштаб этого всего рассматриваем, у нас частица одна и вторая, они на расстоянии, на глобальном, маленькие-маленькие частицы находятся на очень большом расстоянии друг от друга. Для нас это да, мы не видим где-то так. То же самое с ковром галактик. Там тоже эти галактики на очень большом расстоянии друг от друга находятся в этом масштабе. Поэтому вся вот эта вот материя, как бы она плотно ни казалась, она разряжена. Разряжена, ковёр галактик разряжен, весь вот это разряжено. Когда мы заходим внутрь вещественной материи, зайдём в модель кристалла, зайдём в кристалл, то мы поймём, что там свободные, большие расстояния, которые как раз вот этими внутренними силами связаны. Ну, самой вещественной вот этого миска самого там практически нет. Оно стремится к нулю. Семён Варера. Все эти разговоры о конце пространства, что где-то там что-то есть, что у другого пространства есть где-то конец, напоминают питание кота зимой от одного окна к другому. Если с одной стороны дома зима, то, возможно, с другой стороны дома зимы нет. Думает код и бежит проверять. Красивое сравнение, Семён. Виктор, я бы хотел купить книгу у вас, но не хочу разглашать свои персональные данные. Там согласие на обработку. Как можно это сделать без согласия? Мы не разглашаем данные. За это не переживайте. Просто жмите согласие на обработку. Ваша информация никуда не будет выведена. Просто обработка персональных данных, это объясняется тем, что как мы отправим вам книгу, если мы не будем знать, куда её отправлять. Просто зайдите на Телеграм, напишите этот пост, вам ответят, и с максимальной корректностью вашу просьбу выполнят. И в завершении головоломка. Что будет, если с борта грузового самолёта случайно выпадет танк? Случайно этим танком будет «Леопард-2» и случайно он упадёт прямо на рейхстаг. У кого какие соображения? Какова вероятность? И увеличивается ли она после репоста? Танк на рейхстаг. Танк, упавший на рейхстаг с грузового самолёта. Ну, это очень интересная картинка. Это прям такая пафосная картинка. Чем больше людей они узнают, тем больше вероятность того, что танк «Леопард» действительно упадёт на рейхстаг. В принципе, грузовые самолёты над Германией летают. Перехват управления грузовым самолётом возможен. Танк перевозиться тоже может 50 тонн. Сколько он там «Леопард» весит? Но если они умудрятся его в рейхстаг успокоить, это вообще, наверное, будет красота и мировые новости. И, в принципе, на кого обижаться? Вот упал танк на рейхстаг. «Леопард» немецкий, танк упал на немецкий рейхстаг. Та-да-да-дам! Поздравляю! Очень хочу книгу с автографом автора. Так и разберут быстрее. Виктор, очень вас прошу организовать её мероприятие. Ну, наверное, приходите на какую-то нашу встречу с книгой, да там её и поставим на неё автограф. Наиболее простой вариант. Фома неверующий. Очень хороший комментарий. Восьмиухий капутаприк. Это диалектический заяц. А может быть и конь. Диалектика. Это к вопросу о диалектике. Что это такое диалектика? Диалектика – это размытая задача. Это просто болтология. Это не наука. Это не имеет никакого отношения к логике. Диалектика не имеет никакого отношения к логике. Если человек говорит «диалектическая логика», это человек глубоко обманут. Это несчастное, интеллектуально травмированное существо. которому молоток прямо в голову воткнули или топор. У него там что-то искрит и какие-то мысли в головы вылазят. Он говорит «научная диалектика» или диалектическая логика. Это контуженный человек. Это больной человек. Это приобретенная деменция какая-то. Приобретенное слабоумие. Форма приобретенного слабоумия. Диалектика – это форма приобретенного слабоумия. Вас обманули. С Борисом вообще разговаривать невозможно. Раньше до двух интервью с Катюшиком уважал его, при том, что я поддерживаю теорию относительности, а не теорию Катюшика. Борис как будто на беседу после трех стаканов спирта приходит, орет, не слушает, перебивает. Ну вот. Фонаты Бояшинова помаленьку даже фанаты теории относительности приобретаются на наш канал. Приходят. Человек один раз становится разумным, дальше его невозможно затуманить. Корнелий Удалов. Не только на физических факультетах, но и в подавляющем большинстве прочих научных направлений встречаются подобные логические противоречия. Вы предлагаете спорить и ругаться с преподавателями? А ведь нам еще зачеты получать? А если пропускать подобные интеллектуальные выверты мимо ушей, тогда зачем ходить на пары и где брать диплом? Знание без диплома идея, конечно, замечательная, но тогда расскажите о ней работодателям. Ну, смысл в чем? Мы здесь не для того, чтобы вы не закончили. Мы здесь для того, чтобы вы понимали реальную картину. И, судя по началу вашего поста, вы понимаете, что противоречия логические встречаются. Поэтому мы предлагаем простую ясную концепцию. Не тратьте силы на постижение нелогичного бреда. Сдавайте его с зачетом и забывайте. Он не пригодится вам в жизни. Не спорьте с преподавателями. Для того, чтобы спорить с преподавателями и их макать, мы создаем как раз группу людей, которые будут их макать. И так далее, и так прочее. И опять же, большое спасибо всем тем, кто в комментариях объясняет вновь прибывшим простые вещи. Потому что, действительно, мы прошли много материала, а вновь прибывшие некоторые вещей не слышали, не понимают. порой достаточно пары ваших комментариев, чтобы помочь ребятам. Сослан Секоев доказательство трехмерности. Берем реальный, физический, реальный объект и даем ему три измерения. Высота, ширина, глубина. если все три измерения равны, то это куб. Если глубина меньше, чем ширина и высота, то это все еще кубик, но не в виде правильного куба, а в виде такого приплюснутого куба. Кто-то сейчас крикит параллелепипед, но нет, куб это тоже параллелепипед, но мы сейчас о физике. Сокращаем глубину еще, получается еще более приплюснутый кубик. Но это все еще реальный объект. Выразим для понятности его размеры в миллиметрах. Итак, высота 20 мм, ширина 20 мм, глубина скажем 5 мм. Приплюснутый кубик, верно? Давайте сплюснем еще сильнее, сделаем глубину равную 0,5 мм. Получим реальный объект с размерами 0,5. Очень приплюснутый, но реальный кубик. А теперь берем и уменьшаем глубину до 0. Высота 20 мм, ширина 20 мм, глубина 0. Что такое 0? Это ничего. Пусто отсутствие чего-либо. Итак, у нас остались параметры 20 на 20, все, здесь пусто. И 0, то есть. На этом моменте замрите и сосредоточьтесь. Оставшиеся два параметра перестали быть размером реального объекта. Они превратились в математические абстрактные прямые. Объекта нет. Если провести вышеописанные манипуляции с высотой и шириной, то мы придем к тому же результату объекта нет. Таким образом, объект, имеющий менее чем 3 измерения, не является физическим реальным объектом. Вот такая глубинная проблема. Что же есть на самом деле? У нас на самом деле получается два терминологических объекта. Первый это реальное пространство, где все происходит. Второе математическая модель. Что происходит если мы сужаем выбранную область? Вот допустим был куб и мы его сжимали сжимали сжимами сжимали перейдет ли он в геометрические в абстрактную модель тут момент такой у нас продолжает существовать и реальное пространство и модель которую мы в уме сопровождаем с этим реальным пространством. Вот в реальном пространстве когда мы его обнуляем стремиться к нулю или доводим до нуля в материальном плане если вещественный был объект мы бы сказали что его он перестал существовать вещество толщиной 0 это отсутствие вещества мы говорим не о веществе мы говорим о пространстве и применительно к пространству у нас осталась протяженность в одном направлении протяженность в другом то есть у нас осталась площадь да она не вещественна да она имеет 0 объема но да мы проводим пальцем не имеющим имеющим не нулевую толщину да но сама возможность продвигаться вверх вниз и влево вправо у нас осталась мы же это же все определенное нами субъективно манипуляции операции вот мы сами себе ограничили возможность перемещаться в том направлении ну и что мы ограничили возможность перемещаться в том направлении субъективно но мы же не ограничили возможность перемещаться вверх вниз вправо влево пускай не важно что там коридор толщина равна нулю саму эту возможность мы не ограничили и из-за того что млекопитающие То есть мы что-то ограничили, это не значит, что часть реального места в реальном объекте перешло в абстрактное. Поэтому вопрос, это не обязательно такой, как вы, трактуете. Я все-таки предлагаю трактовать его именно от объективных фактов. — Здесь момент в том, что он в первом предложении, если не ошибаюсь, начал говорить про трехмерность пространства, а закончил тем, что в нашем реальном трехмерном пространстве объект, у которого нет третьего измерения, не может существовать. — Ну, в любом случае, человек очень интересно мыслит, он пытается докопаться до сути. — Стас Зенов. Как бы по-другому зазвучала лекция, если вместо слова «знаем», он честно употреблял слово «предполагаем». Тут имеет место осознанное ведение в заблуждение слушателя с целью придать значимость своим домусам. Печаль, штернобесие какое-то. — Это комментарии про ролик штерна. Действительно, так и надо. Если ты чего-то не знаешь, брать не надо. Надо говорить, предполагая. Тогда бы получалось, что какая-то группа дур что-то предполагает, вот такое больное. Тогда бы это. Так бы к этому и относились. — А так просто имеют обман. Имеет место обман широких масс населения товарищам, штернам рассказывающим погнутую версию пространства. — Дмитрий Кожиченков. Виктор, вопрос про размер частиц. Если все частицы имеют одинаковый размер, почему не уравновесились в пространстве, не распределились? Почему собираются вещественные объекты различных типов? У нас есть группы частиц, но они все разного размера. Это группа одного размера, второго, третьего. Если предположить первоначально, у нас разномерное распределение частиц может быть только в одном варианте. Когда у нас только один калибр частиц, они все уравновешены, у нас вся Вселенная пустая. Как мы только начинаем вводить другую частицу какого-то размера, у нас получается сдвиг в этом равномерном ковре взаимодействия. Одна частица приближается к другу, у нас равенство сил меняется. Она же не падает на другую, она приближается. Одна частица приближается к одной другой и находится на очень больших расстояниях. Вот атом внутри, если мы вернемся в этот размер, будут большие пустые полости, и там где-то частицы на каких-то удаленных диаметрах находятся. Ученые прямо удивляются, что пустота внутри атома. Если мы заходим глубже, там еще меньше составные части и так далее. Поэтому это получается, что просто в этом массиве что-то больше притолкнулось, что-то меньше. Но это вот то, что меньше притолкнулось, что-то больше, вот это вот смотрится то, что больше, как будто из-за того, что оно постоянно обращается по каким-то орбитам вокруг этого объекта, оно смотрится как само, как целый объект. На самом деле это тоже разряженная область в материи. Поэтому тут как бы сильно сложного-то ничего нет. Поскольку у нас частиц много типов, размеров, они собираются вот в эту картину. И в диполях, в планетарных обращениях, они вот создают эту динамику. И собираться дальше они могут только в рамках этой динамики. Вот когда суммарное обращение гравитационного поля, вот эта вот объемная волна гравитационного поля, и какая-то частица болтающая, не связана силовым образом, образовалась там, принесло ее в любой сценарий, да, и она уже встраивается в это. Либо она куда-то идет, а куда она идет? Вот она полетела, частица вдаль, она идет хоть и вдаль, но она идет на какую-то массу, она приближается к какой-то другой массе и к другому веществу. Она достигнет ее, будет соударение полями и так далее. И она либо войдет в взаимодействие, либо какие-то другие варианты. Так что это естественный процесс, который приводит именно для данной группы частиц, размеров частиц к данным существованию. Лилия Сажнева, спасибо за потрясающий ролик. Вы здесь ответили коротко и ясно на вопрос, откуда взялась инерция во Вселенной. Я поняла так, равномерная взвесь разнообразной материи во всей бесконечной Вселенной держится на силах отталкивания по принципу планетарного движения в частицах. В разных точках скорость движения материи разная, где-то быстрее, где-то медленнее. Внутри отдельная система движения будет протекать согласованно, то есть в одном темпе, в одном такте, в одном ритме с одной частотой. Это и есть сила инерции системы. Если какой-то одноимённый заряд или частица или вещество попадает в эту согласованную по темпу, тактую частоте, ритму движения в систему, то система уравновешивает движение этой материи со своими собственными движениями, потому что система в целом стремится к сохранению баланса сил. И чтобы систему вывести из равновесия, нужно приложить достаточное количество энергии, но в будущем система, поглощая энергию заново, уравновешивает возмущение и возвращает все движения на круги своя, в свою частоту силы инерции движения. Вот спасибо, Лилия, за такое изложение. Вообще, пожалуйста, просьба всем, кто нас смотрит, если у вас ваши мысли формируются в какой-то словесный ряд, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Ваши объяснения, они порой могут быть более доходчивы, чем я говорю, чем кто-то другой говорит у нас, потому что видение разное, проблемы и привычный словарный запас, может быть просто выражения какие-то более понятные, более доходчивые. Наша задача доходчиво донести информацию как можно для большего круга лиц, потому что это действительно полезная информация. Спасибо, Лилия, за ваше прочтение и ваше видение. С вами был Виктор Катюшик, канал Научный Трибунал. Подписывайтесь на нас, пользуйтесь нашей информацией, разносите нашу информацию по интернету. Любые наши ролики, любые наши материалы можно использовать, тиражировать в интернете без проблем. Подключайтесь. Вentionайте, springs и готовить видео соuters. Достаточку, нескочёные contenido. Подписывайтесь на канал у Lead and다는 автобус International. Разнотец遊戲 как радость. Одним видео соTAKE漏. Приятного! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok